Абрикос краснощеки. Родина абрикоса до сих пор точно неизвестна. Некоторые склоняются к тому, что распространилось это растение по всему миру постепенно из Китая. Но многие ученые утверждают, что абрикос впервые начали выращивать в Армении, потому что именно в этой стране были найдены древние косточки абрикоса. История появления вида. Советские селекционеры вывели абрикос краснощеки еще в 1949 году в Крыму, с того времени на основе этого сорта было выведено много других гибридов, таких как краснощеки Никитский, сын Краснощекова. Эти растения выращивают в основном в южных районах России. Здесь для них более благоприятная среда и плоды, насыщенные теплом и солнцем, имеют лучшие показатели по размеру, весу, цвету, вкусу, содержанию полезных веществ. Мороза устойчивость позволяет выращивать их и в средней полосе и даже на Южном Урале. В Подмосковье хорошо растет сорт сын Краснощекова. Он легко переносит перепады температур. Краснощеки Никитский отличаются удлиненной формой плодов и более сладкой нежной мякотью. Абрикос Краснощеки к разновидностям сорта Краснощеки относятся такие сорта, как Краснощеки поздний, сын Краснощекова, Кранощеки. Никитский, к зимостойким сортам этого вида, выносливый, снегирек, россиянин. Эти сорта можно определить одним названием Красный абрикос. В России иногда абрикос называют жердель, желтосливник или морель. Абрикос Краснощеки описание. Морозостойкость абрикос сорта Краснощеки обладает высокой зимостойкостью и может перенести 30-градусные морозы. Садоводы удивляются, что по природе теплолюбивое растение является таким выносливым и не особо прихотливым. Цветы появляются раньше листьев и их отсутствие не мешает опылению, хотя возвратные заморозки могут цветочки уничтожить. Перед первой зимовкой саженец необходимо укрыть мешковиной или плотной тканью. Урожайность в саду достаточно иметь одно дерево, чтобы обеспечить всю семью достаточным количеством вкуснейших плодов. Абрикос Краснощеки урожая относится это дерево к раннеспелому виду. Урожай дает уже на 3 год с года посадки, первые абрикосы появляются в июле. Интересно, дерево живет и плодоносит довольно долго, до 50 лет. Характеристика плодов Плод абрикоса называется фруктом, так как имеет одну косточку. Кожица бархатная, с небольшим опушением, с красным румянцем на оранжевом фоне. Состоит из 86% воды, благодаря чему имеет сочную мякоть и сладкий вкус с приятным ароматом. Один абрикос может весить 50 грамм. Косточка бывает как гладкой, так и шероховатой, с толстыми скорлупками и плоскими семенами. Семена имеют горьковатый или сладковатый вкус. Плоды используются и в свежем виде, и различных консервированиях, джемах, вареньях, компотах. Из них можно получить три вида прекрасных сухофруктов. Орюк Сушеный абрикос с косточкой курага Сушеные половинки фрукта Кайса Целые сушеные абрикосы без косточек. На заметку, большое урожай не всегда дает созреть всем фруктам одинаково к моменту сбора, но если их оставить в солнечном и теплом месте, то за неделю они могут дозреть. Такое свойство выгодно при транспортировке фруктов. Параметры дерева Плодовое дерево абрикоса вырастает в высоту до 8 метров. Ветки хорошо развиты, крепкие и длинные. Листья имеют длину 9 сантиметров, их расположение поочередное. По форме яйцевидной, по краю имеют зубчики и вытянутые к верхушке. Они появляются на растении позже цветов. Абрикос, краснощеки и дерево цветы белые, с розовой серединкой. Распускаются ранней весной, в апреле или марте. Весенний цветущий абрикос прекрасен так же, как и цветущие вишни, яблоня, черешня. Устойчивость к вредителям и болезням Болезни, которые могут появиться на абрикосе, это клестероспориоз, манилиоз, гноманиоз, какомикоз косточковых. Если выращивать абрикос, пусть даже и неприхотливый к агротехнике, все же следить за его состоянием необходимо. Достаточно удобрять азотными удобрениями, умеренно поливать, убирать и сжигать срезанные ветки. Это будет хорошей профилактикой против заболеваний деревьев. Когда ветви становятся бурыми, появляются наросты на коре, это симптомы серой гнили или по-другому монолиоз. Избавиться от него можно с помощью препаратов Децисфофанон. Дырчатая пятнистость клести Роспориоз проявляется как дырки на листьях, выделение комедии, смолы из наростов, на почках, побегах, плодах, вдавленные пятна, на стволе дерева выступают пятна с красной каймой. Лечение проводят бордоской жидкостью. Гномониоз или бурая пятнистость вызывает желто-коричневые пятна на листьях, их скручивание и отмирание. Плоды недозревают, теряют форму и опадают. Поможет также бордоская смесь. Как комикоз косточковых Как комикоз косточковых в основном заболеваний вишни, но может передаваться и абрикосовым культурам. Осенняя побелка деревьев нужна для защиты от вредителей, засевшихся в кору на зиму и от грызунов. Раннее весенняя побелка спасет деревья от перегрева на солнце и при ночных заморозках. Регулярный осмотр деревца позволит вовремя обнаружить заболевание и принять меры для его устранения. Образовавшиеся трещинки на коре нужно смазывать садовым варом или бордоской смесью. Посадка Начинать надо с правильного выбора саженцев. Покупать саженец у проверенных продавцов лучше в витомниках. Осмотреть корневую систему. Чем крепче она, тем дерево лучше приживется. Посадка абрикоса Если посадка планируется весной, то на саженце должны быть небольшие почки. Стандартная высота саженца 70 см. Для посадки выбрать солнечное место, подготовить землю, разметить расстояние, если сажать несколько деревьев. Земля должна быть очищена от ненужных камней, корешков, растений и другого мусора. Яма должна иметь оптимальные размеры 65 звездочка 65 звездочка 65. Желательно сделать дренаж из гравия и щебня, который потом засыпать подготовленным грунтом из перегноя, древесной золы, органических удобрений. Это дренаж, чтобы не обожглись корни молодого саженца, засыпать чистой землей. После этих процедур можно приступать к посадке деревца, аккуратно расправив корни и присыпая сверху грунтом, немного уплотняя. Шейка саженца должна быть чуть-чуть под землей. Закончить посадку надо обязательно хорошим поливом, не менее 25 литров воды. Примерно через неделю можно подкормить. Не забывать мульчировать почву под растением, чтобы укреплялась корневая система. За счет хороших крепких корней дерево будет с легкостью переносить невзгоды. В обильном поливе абрикос нуждается весной в период формирования кроны, но и заливать его не надо, чтобы не росли лишние побеги. Они замедлят рост дерева и снизят урожайность. Осенью полив уменьшает и подготавливают саженец к зимовке. Надо обязательно укрыть его мешковиной. Хотя абрикос краснощеки является зимостойким сортом, но это даст больше уверенности в сохранности растения. Уход. В первый год обрезка абрикоса не требуется. Так как питание у цветущего абрикоса первыми получают крупные ветки и листва, а потом молодые веточки, то обрезку рекомендуется проводить, начиная со старых веток. Проводить эту манипуляцию следует в конце весны. В это время абрикос легко перенесет такую процедуру. Ветки надо обрезать до формирующей почки или до ствола дерева, а по окончанию обязательно замазать место среза садовым варом, чтобы не произошло заражение для скорейшего заживления. Обрезку нужно провести три раза за сезон. Весной, когда еще не началось сокодвижение и распускание почек, в июне успеть до загустения кроны и в середине октября. Важно знать, особенность абрикоса в том, что он сам не сбрасывает завязи и если не сделать обрезку, то ветки под тяжестью плодов будут ломаться, а дерево просто истощится. Необходимо следить за подкормкой. Калийные удобрения не дадут деревцу раньше времени постареть и засохнуть. Комплексные удобрения, которые содержат в себе такие вещества, как марганец, бор, калий, будут лучшей подкормкой для фруктового дерева. Плюсы и минусы сорта Абрикос краснощеки имеет ряд преимуществ. Самопыляем при позднем цветении, не боится заморозков, безразличен к почвам, засухоустойчив. Быстро развивается, плодоносит на три год. Хорошая урожайность. Имеются и недостатки у сорта. Не любят низин, без обрезки происходит загущение, кроны подвержен к инфицированию, любят хорошую освещенность. Абрикос сын краснощекова Абрикос сын краснощекова является гибридом, который вывели селекционеры при склещивании сорта абрикос краснощеки и золотое лето. Как и родителю, ему не требуется дополнительный опылитель. Этот сорт имеет хорошую зимостойкость, что позволило ему распространиться и порадовать садоводов в центрально-черноземных и нижневолжском районах. Созревает он в июле при солнечном лете и достаточной влаги срок созревания продлевается до осени. Плоды плотные, крупные, основной цвет оранжевый, с красным бачком. Транспортабельны. Благодаря родоначальнику сорта имеет раннее плодоношение и лучше адаптирован к манилиальному ожигу. Абрикос Никитский – описание сорта. Название получил от места выведения сорта «Государственный Никитский ботанический сад». Это сильное быстрорастущее дерево. В наличии раскидистая густая крона. Относится к ранним сортам. Из-за раннего цветения возможно поражение цветковых почек весенними заморозками. Имеет округло-овальные, сочные, вкусные плоды. Цвет оранжевый с румянцем. Устойчивость к заболеваниям, характерным для абрикоса, средняя. Садоводам нравится выращивать у себя в садах такие сорта, как абрикос, краснощеки, сын краснощекова. Их любят за урожайность, несложный уход, вкусовые качества, товарный вид. Затерпеливое отношение к себе – это культура отблагодарить щедрым вкусным урожаем. 0.00 в от артикле ратинг.